В Ривненской области рушится уникальное военное сооружение времен заката Российской империи Таракановский форт. Кого он защищал, когда и сколько, и кто его защитит сегодня? Инна Белецкая. На трассе Киевчок между Ривнами и Львовом в селе Тараканов есть один ничем не примечательный съезд. И лишь по-настоящему интересующиеся историей туристы знают, эта дорога ведет к мощнейшему фортификационному сооружению, равных которому в Украине нет. Всего в 600 метрах от трассы в густых зарослях находится настоящая старинная твердыня. Ее, по указу царя Александра Третьего, построили в конце 19 века для защиты железной дороги Киев-Львов. В свое время крепость была полноценным городком. Тут находился кабинет коменданта форта, тут находились такие главные стратегические споруды, как пекарня, телеграф, телефон, лазарет тоже. И были даже интересные учебные классы. Уже когда форт был полностью готов, оказалось, он перестал соответствовать требованиям времени. Только форт закончили, будучи на 1890-е годы, стався такой прорыв, как вынуждение фугасных бомб, что завдавало значительных руйнаций. Форт пришлось усовершенствовать, его дополнительно забетонировали, и он выдержал атаки двух мировых войн. А после военные о нем забыли. И хотя крепость принадлежит Министерству обороны, сейчас ею занимаются разве что общественные активисты. Они создали неофициальную комендатуру, и на территории форта ищут секретные лаборатории, где якобы проводились опыты над людьми, подземные ходы и чудо-генератор. И хотя официально форт закрыт для посещения из-за аварийности, туристов здесь немало. Ривненские власти намерены уже в следующем году начать тут масштабные работы. Минобороны наконец согласилась передать крепость в распоряжение области. В первую очередь будут укреплять стены и закрывать опасные лабиринты. Сюда все равно приезжают люди. Неорганизовано. Они ходят, не знают, куда ходить. Поэтому заходы безопасности обязательно нужны. То есть нужно закрыть аварийные лаборатории, прокласти безопасные маршруты, и чтобы под наблюдением экскурсовода люди ходили, а не так, куда им заманеться. Планируют здесь открыть и музей. Главное, чтобы уникальная твердыня, выдержав удары поляков, немцев и австрийцев, устояла перед атакой дождей, ветров и времени. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности телеканал Интер, Ривненская область.